Михаил Михайлович, с победой. Извините, что не был на игре с «Динамо», был в Нижнем Новгороде, поэтому победу там не удалось одержать. Вопрос следующий. Найер Технезян сегодня, на удивление, далеко находился по тактической расстановке от своей штрафной. Почему его вперед выдвинули? Ну, он хорошо действует в этой позиции, достаточно остро, он хорош в прессинге, хорош при быстрых ответных атаках и когда наша атака развивается под смену направления, то есть нам необходима левая нога, то есть я думаю, что он с этими функциями справился, потому что он достаточно хорошо и был в прессинге, как я еще рассказал, да, поэтому и у нас такая, знаете, такая легкая, быстрая группа игроков атаки, которая позволяет и темп поддерживать, и прессинговать, и еще раз говорю, то есть те цели, которые мы ставим перед ребятами, чтобы они показывали быстрый, скоростной футбол. И второй вопрос. За исключением Сергея Пеняева, практически были игроки, которые принимают участие в чемпионате страны. Почему вы решили, так скажем, сделать минимальную ротацию? Начало чемпионата игроки еще достаточно хорошо подготовлены, чтобы на два фронта играть или какие-то другие причины были? Нет, мы свою цель преследовали, потому что все-таки мы сыграли два матча, и нам очень хотелось, чтобы большая группа игроков все-таки сыгралась, сыгралась, да, поэтому не стали ротировать и линии игроков обороны, и опорных полузащитников, ну, Карпукас, да, поменял, опустился, сыграл опорного, Леша Бутракова, верхнего игрока. Поэтому основная часть, то есть мы сделали три изменения, основная группа игроков свой матч сыграла, я думаю, что сыграли дисциплинированно, очень ответственно, ну, и еще раз говорю, что вот те взаимодействия, которые нам надо улучшать от игры к игре, вот как раз это сегодня была такая возможность. Да, с одной стороны, была дилемма сделать изменения, дать ребятам поиграть другим, да, дать игровую практику, но я думаю, что это впереди, эти матчи у них впереди на кубок, а сегодня как раз цель была такой, что всего лишь это третий матч, и уровень готовности позволяет сегодня играть, тем более, следующая у нас игра в воскресенье. Спасибо, Роман. Александр Роглев, сайт Мачта. Михаил Павлович, три вопроса, если можно, задам. Первый, Раков забил, можно ли, ну, скажите пару слов о нем, и будет ли он, получит ли он больше игрового времени, учитывая, что он воспользовался шансом сегодня? Да, да, я говорю о том, что шанс молодые футболисты должны использовать, он сегодня его использовал, значит, соответственно, он достоин дальше получать игровое время, но, естественно, как будем отталкиваться и от тренировочного процесса, как он будет работать, но сегодня сделал результат свой парень, воспитанник Академии, молодой игрок, который конкурирует, ну, и честь и хвала ему, если дальше он будет забивать, да, и пользоваться своими шансами. Еще два вопроса. Второй вопрос. Все-таки уже в два матча подряд очень много нереализованных моментов, да, много атакуете, мало забиваете. Нужен ли вам еще один исполнитель высокого класса в линию атаки для того, чтобы, может быть, было больше реализованных моментов? Ну, я вам так скажу. Понятно, что мы уже неоднократно говорим, что команда ждет того игрока, качественного игрока, потому что мы, понятное дело, столкнулись с определенными потерями, которые сделают разницу, которые толкнет нас вверх именно по качеству, да, по мастерству своему. Поэтому, если такой игрок появится, конечно, мы будем рады ему. Другой вопрос, что у нас есть хорошие ребята, которые играют очень ответственно, которые очень хорошо тренируются, которые очень хорошо проявляют себя. И даже несмотря на отрицательный результат, но вы же согласитесь, что игру с «Динамо» мы можем по качеству игры, по тем моментам, созданным моментам, занести в актив. Да, результат, да, соглашусь, что он отрицательный, но понятно, что его не сотрешь. Но есть положительные моменты, и мы оттолкнулись именно по менталитету, по психологии с ребятами, что именно в игре с «Динамо» были хорошие моменты, положительные моменты. Поэтому и сегодня мы, в принципе, очень дисциплинированно сыграли в сегодняшнем матче. Короткий третий вопрос. Как вам трибуны? Давно мы не видели столько людей, но… Это было потрясающе. Как раз то, что мы говорим, футбол для болельщиков, да, и сегодня была прекрасная атмосфера, и болельщики гнали команду вперед. Потрясающая поддержка. То есть мы благодарим тех людей, которые пришли сегодня на стадион, и это был прекрасный антураж. И самое главное, та взаимосвязь команды с болельщиками после матча, когда, вы знаете, ну это дорогого стоит. Это дорогого стоит, потому что действительно сейчас, наверное, такой момент происходит еще большего единения ребят с людьми, которые любят футбол и поддерживают команду искренне. Спасибо, Саша. Роман. Михаил Михайлович, здравствуйте. Роман Романов, ProSportInfo. Марио Митай, насколько он готов на сегодняшний момент, ну, в процентах, условно, физически? Ну, он набирает форму, набирает. Он, если мы возьмем, там, относительно других игроков, он приехал попозже, да, практически, наверное, три дня у него полноценных было перед первой игрой с Сокроном, да, то есть это он после отпуска приехал. Конечно, ему надо набирать кондиции, вот, и сегодня он свое игровое время получил, поэтому то, что Марио высококлассный игрок, качественный футболист, да, в этом нет сомнений. Другой вопрос, что тоже конкуренция есть, он с ней сталкивается, но то, что он нам придал такой надежности и стабильности сегодня, это тоже хорошо. На какой позиции вы его больше рассматриваете в этом сезоне, учитывая ту укомплектованность, что есть на данный момент в центре, я предположу? Я вам так скажу, что в сегодняшнем, в современном футболе, опять же, и для меня, для моего мировоззрения, ценятся игроки универсальные, которые безболезненно могут сыграть на одной позиции, надо поставить его на другую позицию. Это говорит о высоком интеллекте игрока, о его индивидуальной тактической подготовке. Это говорит о том, что игрок, который может без потери качества заменить, да, потому что есть примеры. Я здесь не могу играть, мне здесь некомфортно, могу только вот здесь играть, потому что мне там комфортно. А мы говорим о игроке универсальном, разноплановом, поэтому это говорит об интеллекте футболиста. Поэтому здесь Марио, это такая опция, которая может нам дать еще больше потенциала. Получается, вот, отталкиваясь от ваших слов, вы в интеллект и в игровой потенциал Тикнезяна верите, раз вот он, вы его перемещаете в линию атаки. Ну, это уже немножко разные позиции. Марио уже не атакующий игрок. Марио игрок либо в своей позиции в сборной играет, да, левого крайнего защитника, либо, может, в опорной зоне моего мы нашли, потому что за счет своего головы, быстроты принятия решения, может в этой позиции играть очень хорошо. И последний вопрос по Артему Тимофееву, когда мы можем его увидеть. Ну, надеемся, надеемся, что предоставим ему шансы. И еще раз такая дилемма была, да, что дать ребятам сегодня сыграть с одной стороны, да, те, кто не играл, с другой стороны, более, чтобы состав сыгрался, да, поэтому проговорили сейчас об этом. Ну, и очень надеемся, конечно, что они получат свои шансы в дальнейшем. Но стоит отметить, что Артем настолько профессионально себя ведет, настолько, вот, как опытный футболист поддерживает микроклимат внутри команды, да, что это как раз дорогого стоит. У него обязательно будет шанс, и я абсолютно уверен, что он тоже даст нам еще внутри конкуренции в этой позиции. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть еще вопросы? Михаил, вот подскажите, вот футбол, это в первую очередь эмоции, да, вот сегодняшний ВАР показывает, что все-таки футбол уходит в прагматизм. Вот ваше отношение к ВАРу? Ну, вы знаете, я, когда изначально все это принесли в наш чемпионат, и какая идея была? То есть взятие ворот, да, то есть либо это за линией, то есть определить какие-то миллиметры, сантиметры, но сегодня мы уже видим, что фактически каждый эпизод чуть ли не рассматривается в АР, и это снижает интенсивность игры, снижается скорость, то есть, ну, по много времени тратит на это. Вы же видели, что сейчас прошедший чемпионат Европы показал, что буквально там одну-две минуты арбитры молниеносно принимают решение, и именно по взятию, да, там, уже там, воротам и так далее. Но не каждое столкновение, а каждый сигнал. Конечно, здесь, я думаю, что если мы немножко сдвинемся, поправим, скорость увеличится у нас.